От нападения клещей в этом году уже пострадали 103 человека. Лаймборелиоз диагностирован у трех горожан. Наиболее опасными территориями, где насекомые вампиры атакуют, является парк воинов-интернационалистов, лесополоса рядом с Брестской облачной больницей, Красный двор, а также микрорайоны Плоска, Дубровка, Гершоны и Южный. При выезде за город на открытые участки необходимо выбирать место, чтобы трава была невысокая. То есть как полянку и предостерегать от игры в высокой траве детей. А также внимательно относиться к домашним питомцам, если вы берете их с собой, осматривать их шерсть, чтобы не принести вместе с животным клеща. Среди жертв, пострадавших от укусов, половина детей. Медики рекомендуют родителям завести новую хорошую привычку – ежедневно осматривать себя и своего ребенка с ног до головы. В случае обнаружения подозрительного черного пятнышка на теле, можно попробовать избавиться от клеща самостоятельно. Извлечь насекомое можно при помощи нити или специального приспособления и отвезти в лабораторию. Не обязательно, что тут же нужно бежать и срочно нести клеща на исследование. Это вы можете либо по личному желанию человека, либо берете его в пробирочку и отвозите в лабораторию. Она у нас находится на площади свободы 11А, на третьем этаже. Либо просто его утилизируете. Если в лабораторию на экспертизу нести извлеченного клеща не обязательно, поход к врачу, напротив, откладывать не стоит. Оказанное в течение 72 часов, то есть трех суток после укуса помощь, гарантирует максимальный эффект профилактического лечения. Можно обратиться в поликлинику или к дежурному врачу приемного отделения или в травматологический пункт для необходимого оказания медицинской помощи, а также для оказания экстренной химиопрофилактики. При выезде на природу не забывайте про репелленты, головные уборы и одежду, прикрывающую открытые участки тела. Намологи предупреждают и бьют тревогу. Сегодня можно стать жертвой укуса не только клещей, но и мошек. При укусе мошек могут возникать аллергические реакции, особенно при массовом укусе. То есть очень часто страдают детки. Это может быть и отек, и крапивница. И при очень большом количестве укусов может повышаться температура и даже до анафилактического шока.